здравствуйте знаете мне сегодня я переслушиваю свое видео который вот я только что записала но мне какой-то дерганая о на эмоциях и там я начала тему хотела раскрыть забыла как-то видимо давно не записывала может разговорные видео поэтому я решилась более как-то конкретно что ли записать мои мысли мне так хочется мне хочется пообщаться с вами у меня так много много очень вы мне хочется ими поделиться я вы там начала говорить о том что о том что путин молодец типа что он сделал хорошо что у нас на массу людей превратил в нищих вот я хочу вот на эту тему сегодня поговорить я там не раскрыла я хочу вам рассказать о том что вот когда училась в школе я была очень уверена в себе родители еще сильно тоже вот это постоянно тюкали меня мать постоянно меня унижала и когда я закончила 10 классов я была в полной уверенности что они смогу дальше учиться что мне не получится я просто ушла в училище на оператора в м там и там когда начала учиться я поняла что все нормально у меня я все четверки пятерки все хорошо супер вот но к этому времени сду я вышла замуж ну вот глупо сделала в 19 лет вышла замуж родила ребенка декрете сидела но потребность учиться у меня было я помню что вокруг меня девчонки все уже учились все кто-то закончил как какие-то в общем там должности получали у нас на автозаводе и ну мне тоже тоже было как-то ну неприятно что у меня только училище и я в общем решилась пошла это учиться в техникум техникум но к тому времени уже у нас образование стало платным ничего страшного это был 2000 2000 год нам как раз на автозаводе на начали выплачивать долги не вот на эти долги я пошла учиться в политехникум я пошла учиться маркетолога не в том смысле что я там собиралась менять профессию и быть маркетологом нет просто к тому времени ну стали говорить что что будет скоро сокращение будут именно сокращать тех у кого недостаточно образование естественные а тут же это была хорошая мотивация побежала учиться нужно было экономическая профессия ну учиться экономическую профессию там было на выбор у нас в это политехники коми менеджмент и маркетинг ну вот мне вот ну там было описание столько что учить и мне вот почему-то понравился маркетинг я выбрала маркетинг и не пожалела потом не пожалела да я училась с большим ой с большим интересом не были одни положительные пятерки это четверки там всегда зачеты были ни разу не пересдавала экзамены вообще ни разу у меня даже такая была ситуация когда я чуть ли не из первых уже сдала свою дипломную работу и наша день помню как называется наш который наслала профессор учительница она мне дала она у меня была такая книжка студента в которой записывали все мои оценки и она мне сказала что у тебя не все оценки вписаны и дала мне бумажку иди вниз туда ой слушайте очень давно все это уже было я уже не помню как все это называется вниз какой не учительская как она называлась это не обращал тогда на это внимание не могу вспомнить в общем где боже подскажите мне как это называется я не знаю в общем там сидела секретарь она она там отвечала на вопросы там на какие-то и подальше сидел учительница как раз у нас наша по-моему по математике было и вот когда я подошла с бумажкой со своим студенческим вот этим билетом первый вопрос у этой же не ну этой секрет секретаря у него что пришли пересдавать двойки двойка горит типа пересдать двойку на 100 200 рублей я на нее такая смотрю грунет не говорю ничего не надо пересдавать на него так это я говорю мне надо вот это мою книжку студенческую поставить все оценки которые которые еще не поставлены и вот оценку за диплом учительница даже со стула даже встала и это подскочила значит взяла у меня стала все пересматривать потом достала какую-то книжку архивную начала записывать там и ну я так была удивлена видимо там все ходили все двойки что ли пересдавали ну вот это я к чему говорю потому что я с большим удовольствием училась мне очень нравилось учиться и когда вот мне дали уже диплом когда вот я уже последний экзамен сдала и и когда я выходила из техникума я думаю были не так было жалко я хотела еще мне так понравилось я хотела еще учиться там дальше можно было учиться ну там три раза больше надо было заплатить меня меня просто не было денег чтобы это заплатить да и смысла не было зачем тратить эти деньги вот но меня все равно это не спасло 2000 вот 2005 году мне все равно сократили то есть пока еще ребенку не было 6 14 лет мне еще держали а как вот исполнилось вот ему уже сколько ему тогда было уже 15 лет ну то есть как бы 14 лет уже исполнилось нет все равно мне сократили с работы ну вот я сейчас это продолжу хотя меня сократили самую последнюю и и нашего вычислительного центра просто не стало больше ну там его реорганизовали и в к в каждом цехе стали компьютеры при том что нам когда вот говорили что у нас когда будут сокращать то нам найдут место в цехе и мы будем также сидеть делать ту же работу но только для цеха ну ничего этого это было все вранье нас их выгнали а те места посадили они своих начальники своих детей посадили вот и все может такое вранье вот после того как меня сократили я целый год не могла вообще я была на пособие я целый год вообще по моей специальности по моему желанию никакую работу не могла найти вообще мне вот когда пишут ты бы там если бы осталась в россии кто это пишет это какие-то враги мне кажется вот это пишут когда такие вещи ты бы нашла в таха в 37 лет я бы нашла что-то другое чем-то так интересно я обошла весь весь ижевский у меня такой обходной был такой лист ну которым были какие-то значит там предложения если даже никто не разговаривали может быть конечно я как-то выглядела неуверенно понимаете слова вас вам в одном месте отказали в другом отказали ну как человек будет в себе уверен то есть это понижается самооценка это страх и видимо чем дальше я ходил у меня более более было ужасно может выражение лица потухшие глаза может страх какой-то и жалкий вид может у меня был я я не знаю потому что когда я приехала в испанию у меня не было вообще таких проблем то есть я как только не приходил на интервью сту меня сразу брать на работу без разговоров вообще ну видимо все равно же это зависит от того как ты себя внутри чувствуешь когда ты чувствуешь себя униженной оскорбленной я же помню вот когда не сократились завода мне сказали эти сдавать мой пропуск который я так любила который у меня такая фотография красивая моя была и вот этот вот понимаете этот пропуск у меня всегда был в кармане и вот я помню то ощущение когда мы забрали этот пропуск я я не знаю мне такое было впечатление что меня как будто на улицу выгнали и как будто вот у меня отобрали что-то как часть моей жизни может это страшно я я шла у меня тряслись ноги мне темнело в глазах не знаю до дома дошла это но это страшно эти переживания страшно как 20 лет проработал на одном предприятии тебя оттуда выгоняют не потому что ты плохо работала а просто выгнали потому что больше больше в тебе не нуждаются вот и все я не знаю как это объяснить это страшно и самое вообще как бы невероятное что вот если так подумать то ведь то что я оказалась в испании то благодаря того что меня выгнали с работы ведь если бы вы не выгнали я бы так бы и влачила бы там нищенское существование как девчонка сейчас заводом на заводе работают и все равно я помню как как долго еще мне когда я жила в испании уже хорошо очень жила уже радовалась жизнь мне все равно ночью снилось вот этот ужас когда я шла по лесенке когда мне темнели в глазах когда я поняла что меня обманули что никакое место мнение не предоставили просто выгнали на улицу вот не не знаю как это объяснить это страшно сопли с утра я тут перед работой просто записываю пока никто мне не мешает так вот это к чему я всему расскажу потому что вот я когда училась техникум у нас в общем одна лекция была она была посвящена так называлась пирамида потребностей маслоу в общем я думаю что многие кто учились знают что такое пирамида маслоу я когда училась именно вот это меня больше всего как бы удивило тогда это не знает такой след меня оставила как бы открыла на многое глаза то есть пирамида маслоу это модель которая последовательно представляет все человеческие потребности от простых до возвышенных она отражает одну из самых распространенных мотиваций концепции теорию иерархии потребностей разработанным психологом абрамом маслоу это очень интересная вещь кто если с этим не знаком ну вот я когда учи училась у нас была целая лекция посвящена этой пирамиде меня это я помню я с большим интересом большим интересом и и прослушала потом сама тоже сама тоже дома посмотрела ее у меня книжка помню тогда когда я училась 2001 году конечно у меня не было возможности такой какая есть у вас вы можете открыть интернет пожалуйста и посмотрите эту пирамиду потребностей так она значит состоит из мотивации вот значит на на первом уровне пирамиды стоит мотив физиологическое органические потребности то есть это самые низкие физиологические потребности это потребность в еде потребностью в каком-то жилище где ты можешь спать ну то есть самые самые обыкновенные физиологические потребности без которых человек умрет не выживет значит 2 потребность это потребность безопасности ну то есть то есть чтобы твоя семья была безопасности ты было в безопасности, ну то есть в самой такой банальной, простой безопасности. Третье. Потребности в принадлежности и любви. Ну это смотрите уже чем о чем говорит эта пирамида? О том, что если у вас самые низкие потребности не реализованные, то человек выше уже не думает. То есть если человеку надо заботиться о куске хлеба, если все его желания только о том, чтобы поесть, такой человек даже может и о своей безопасности не думать. То есть если у него какая-то есть такая потребность низменная, ну низкая, такая физиологическая, обычно человек не задумывается о чем-то, то есть находится в поиске, там где переночевать, где там может помыться, где там что-то покушать. Значит, когда уже все эти потребности реализованы, то человеку хочется жить все-таки в безопасности. Потом, когда уже все значит такие потребности реализованы, он находится в безопасности, у него там крыша над головой есть, какая-то работа, есть заработок, то как потребности, они начинают как бы увеличиваться. И потребности в любви. Тогда человек начинает задумываться о каких-то отношениях, может о создании семьи, о приобретении каких-то друзей. То есть тогда человеку хочется ну как бы общения, любви. Значит, когда уже эти три ну три потребности реализованы, то потребности больше возрастают, то есть потребности в уважении и почитании. То, что уже человеку хочется, чтобы к нему с уважением относились, слушали его там, ну как-то были с ним как может на одной волне, по идейным соображениям тоже были вместе. Ну понимаете, что если вы не на одной волне с человеком, с другом не сходитесь в каких-то своих мнениях, то естественно тут никакого уважения и почитания нет. Я также думаю, что потребность уважения и почитания у людей, у которых она очень сильно развита, они, наверное, мне кажется, идут в такие в управленческие сферы, то есть быть то есть ну занимать какую-то должность, чтобы видеть это к себе, какое-то почтение, уважение на ад. И значит уже чем чем больше чем больше удовлетворенные твои значит эти потребности, то значит это раз, два, три, четыре, пятая потребность это потребность познавательная, то есть человеку хочется учиться, что-то узнавать, то есть хочется уже путешествовать, где-то вот может дополнительное образование, может быть какие-то какие-то свои хобби начинаются у человека, вот, то есть как это говорит пирамида этому слову, чем человек больше удовлетворяет своих потребностей, тем выше у него получаются запросы, и значит самая уже предпоследняя часть пирамиды эстетические потребности, в которых человек уже хочет видеть что-то высокое, то есть как бы уже ему интересно например какая-то вот музыка там ему нравится, может он начинает ходить в театры, там что-то познавать, хочет может занять своей культурой, может своим образованием тоже так, эстетические потребности себе что-то улучшить, когда тело свое начинают улучшать, вот и самая высокая самая самая высокая это потребность самовыражения, то есть когда человек уже хочет сам что-то дать миру, но это я так думаю, что человек уже дошел до такой высоты самосознания, ему хочется что-то самому дать, что-то создать, может книгу, может какую-то картину написать, может быть что-то дать миру, вот такие пирамиды потребности, пирамиды потребности, это очень интересно, если кто мало не знает, называется пирамида потребностей американского психолога Абрахама Маслоу, она пирамида Маслоу, коротко так называется, и вот что говорят о этой пирамиде потребностей, о том, что если у человека ну в связи с тем, что может у него он живет в каком-то таком месте, где нет работы, где у него нет собственного жилья, то есть когда человек у него практически нереализованы потребности самые минимальные, то такой человек не стремится ни к познанию, ни к совершенствованию, ни к учебе, потому что если у человека самая текущая проблема это поесть, то такой человек не будет задумываться, а что же происходит в мире, что же происходит с его страной, и вот ну вот этот пример того, что почему сам же Путин сам же Путин ваш сказал, что по-моему за пределами за пределами вот этой нищеты, в общем нищеты, как это сказать, за пределами бедности у нас находится 20 миллионов человек, 20 миллионов человек, это очень много, это если даже русская пропаганда это говорит, то это надо, я не знаю, на три наверно надо умножать, я считаю, что на грани нищеты, бедности у нас находится наверное половина населения, которое как говорится за чертой там это Москвы, Санкт-Петербурга проживает, ну это мое такое собственное мнение, и поэтому ну вот поэтому такое страшное положение в поселках, в деревнях, понимаете, вот когда человек у ничего есть, когда у него нет никаких стремлений, когда он видит, что его жизнь, как бы он ни старался, не улучшается, и когда он видит окружение вокруг себя, которое ничего не делает, то вот это можно объяснить, почему стоит покосившийся дом, там покосившийся забор, хлам, и люди ну просто даже могли бы ведь для этого же деньги не нужны, для этого же можно просто это все как бы самим починить, но они даже этого не делают, они даже у себя в квартире не прибираются, они не моются, ну вот это вот о том и говорит, что когда у человека на самом низком уровне потребности, и они с очень большим трудом реализовываются, такой человек он не растет, он не думает, он не интересуется ничем, и он как бы находится вот на одной этой ступени, и у него как понимаете замкнутый круг, то есть замкнутый круг о том, что из этого можно выбраться, да, много людей, которые из этого выбираются, но для этого нужно вот какое-то вот, ну, такое стремление, стремление, это, ну, видимо, когда у человека столько стремления там поесть и выпить, ну, выпить для того, чтобы забыться, но все равно, что люди же не животные, они же понимают, что, что особенно смотря вот этот зомби-ящик, в котором все время говорят, что все так хорошо, о них заботятся, все делается для страны, страна богатейшая, а человек сидит и думает, ну, как вот я вот думаю, что он сидит и еще, вот я последнее время заметила, что вот в этих методичках кремлебодских, там, как бы на все один ответ, что если ты плохо так живешь, ты виноват сам, ты виноват сам и ты виноват сам, при том, они дошли до того уже, что они обвиняют пенсионеров, что они виноваты сами, они уже дошли до того, что уже инвалиды сами виноваты в том, что у них такая жизнь, что они инвалиды, это, ну, просто невероятно, то есть, ну, женщины, матери, одиночки виноваты то, что они ребенка родили, там, я не знаю, человек, который там не получил, ну, может, не все же люди могут учиться, но нет способности к обучению, может быть, не получил образование, виноват, ну, в общем, государство, получается, с себя как бы скинуло вообще всякую ответственность, вот эти правители как бы бросили людей на производство, только дерут с них налоги, себе в карманы складывают, и при том считают, что они ничего не должны людям, это же вот так, это вот так, для них вот народ, люди, это грязь, ну, просто вот что-то какое-то, как, знаете, я как-то один раз читала такую сказку, ну, я, в общем, итальянский язык учила, и вот я там такую маленькую сказку на итальянском языке читала, я уже сейчас не помню, это давно очень было, так вот там, ну, она какая-то ироническая такая была, что, в общем, Бог решил, как бы он смотрел, смотрел на человечество, его там все раздражало, что они все не так делают, и он, значит, решил в другом месте, значит, все заново начать и заново, значит, построить, вот, и вот он это все там строил, смотрел, сверху, делал, делал, старался, старался, все вроде делал, ну, это давно очень сказка, я уже ее так конкретно не помню, и вот он все это вот делал, старался там, там старался, но у него еще не выходило, ничего не выходило, люди все равно воровали, все равно совершали там греховные вот эти всякие поступки, все равно, значит, все равно войну начали, потом что-то еще такое сделали, и он вот на них сверху смотрел, смотрел, и, а там вот, там как бы было немножко так показано, что там все-таки вот, он смотрел, как люди там дом строят, как там семью создали, когда там плакают, что-то бегают, разбираются, ну, то есть, ну, как бы это люди все равно, ну, не какие-то же муравьи, не знаю, никто, это люди такие со знанием, и, значит, там они, в общем, начали воевать, там между собой что-то, война какая-то началась, и он взял на них сверху, это, взял камень, распсиховался, и на них сверху взял, и камень это, бросил, их всех убил, ну, то есть, не понравилось ему то, что вот, как бы он сотворил, все неправильно сделал, все, ну, нигде не знаю, ему не понравилось то, что он там натворил, и вот, когда вот это вот сейчас все это происходит, все, у меня тоже вот это все время такое впечатление, что человек, возомнившийся Богом, видимо, вот, то же самое получается, ну, просто относится, что люди, это не люди, а, ну, какой-то эксперимент, или какие-то там, я не знаю, оловянные солдатики, или какие-то там, муравьи, но это мое впечатление было, когда я вот это читала, это такой рассказ, может, его кто-то тоже читал, я, к сожалению, не помню автора, я бы могла бы снова его перечитать, кстати, мне когда тут пишут, что я там что-то необразованная, там, не это, не читал, да вы даже представить не можете, сколько я в своей жизни книг прочитал, я человек из Советского Союза, у нас, это, когда я росла, у нас по телевизору было две программы, и у нас никаких сотовых телефонов не было, ни интернета, ничего не было, так что единственное развлечение у меня было, это читать, потому что я там, ну, приблизительно сказала, что я сто, сто там книг прочитала, ну, я думаю, что за всю жизнь я гораздо больше уже прочитала, даже вот сейчас, когда я хожу работаю, я включаю аудиокниги, и слушаю их, и слушаю, то психологов я слушаю, то, вот сейчас я, сатья, вот не знаете, психолог такой, сатья, вот это так, мне нравится, я его слушаю, и, и так, как бы я, думаю, ой, а тут я сама до этого дошла, ой, а я так и думала, ну, как бы, вот сатья, посмотрите, вот психолог, он, ну, так просто, вот, ну, как бы на пальцах объясняет, женщинам, их ошибки, мужчинами, в отношении, в отношении к миру, к познанию, ко всему, вот, оказывается, я очень много, очень много знаю, так что, ваши попытки все время мне заткнуть рот не получатся, не получится, мне кажется, чем больше мне пытаются заткнуть рот, у меня уже полное понимание того, что люди прекрасно понимают, что я права, и поэтому пытаются мне заткнуть рот, ну, думаю, я на этом закончу сейчас, и знаете, у меня следующая такая тема, очень болезненная, я выросла в республике, республика Удмуртия, и мне хочется вообще рассказать про, ну, про отношение к Удмуртам, очень хочется это рассказать, я по национальству не Удмуртка, я родилась в Пермской области, просто отец, он закончил в Перми электромеханический институт, и его распределили в Ижевск, то есть, как бы, ну, вы можете сказать, что у меня национальность коми, но мне все равно, я прожив здесь, ну, вообще-то у меня по материнской линии, прабабушка еврей, в общем, с отцовской, там есть, да, бабушка, она коми, ну, моя бабушка, отец русский, то есть, вот, во мне столько намешано, разных национальностей, прожив здесь, в Испании, я считаю, что каждая национальность, она одинакова, нет ни низших, ни высших, все на одном уровне, и, знаете, вот, я, вот, сейчас, вот, чем больше, вот, слушаю на эту тему, тем больше я поражаюсь того, что я это понимала с детства, я с детства, я вот помню, что мне было 10 лет, я вот все время сидела, и когда при мне одноклассников унижали, которые были с удмуртских деревень, которые разговаривали с акцентом плохо на русском языке, ну, у нас был такой мальчик из деревни, перевезли, он очень плохо получалось, но на русском языке говорить, он на удмуртском, ну, в общем, деревня такая была, это далекая, очень от Ижевска, и это, вообще-то, был 74-й год, тогда все-таки еще не задушили, тогда удмуртский язык, и вот я помню, как над ним издевались, как над ним издевались, я вот еще помню вот это, я все время думаю, как это так, как так, думаю, мы живем в Удмурте, это их, это их земля, какой вообще, вот 10 лет у меня уже было понимание того, что это ненормально, ненормально то, что творится, ненормально, оно, понимаете, да, оно как бы, оно у нас как-то было так за волей, нет, это мне не сказать это слово, оно как-то закрыто было, то есть, как бы, показушно все было, то есть, учитель пришел, он разговаривает о том, что у нас дружба народов, тыры-мыры, пятая-десятая, все красивые слова, а на перемене все эти слова тут же исчезали, и я видела, какое пренебрежение было вот к людям, которые были вот, ну, ну, как нацменьшинства, что ли, называть, не знаю, как это вот назвать, в общем, ну, вот я хочу на эту тему, вот, следующее видео этому посвятить, до свидания.